Манвел Григориан Армянский военный деятель, генерал-лейтенант С 2000 года по 2008 был заместителем министра обороны Армении С 2018 по 2020 год находился в СИЗО Скончался 19 ноября 2020 года 16 июня 2018 года была обнародована информация о том, что генерал Манвел Григориан хранил оружие и боеприпасы в своем доме При обыске также была найдена тушенка, туалетная бумага, вездеходы, гранаты, пайки для солдат и т.д. Также к делу Манвела Григориана были добавлены обвинения в краже пожертвований, которые народ отправлял солдатам во время Апрельской войны в 2016 году Послушайте, пожалуйста, его интервью восьмилетней давности Он делится о том, как он оказался на территории Карабаха, в армянских селах И чем он там занимался в 88-м и 89-х годах Слушайте внимательно Поехали в Карабах, в Меликашен, Гадруцкий район Первые дни тоже мы не знали На самом деле хорошая природа Очень хорошая природа Как в Швейцарии Эти села тогда и теперь отличаются Я каждый год езжу в эти села Из Меликашена до Дудукчи, Кюратах Говорю в основном эти семь сел, которые мы в основном напротив Физули держали Несколько дней так оставались там, как на карантине Потом начали распределять нас по селам Эту группу распределили на четыре села Мы попали в Харманджук И там наши отряды начали работать, действовать До того, как освоились, дошли до Дудукчи Так потихоньку находили людей и так далее Понятно, что сначала в некоторых местах люди нас не понимали Даже не принимали, были и такие места Что вы, мол, приехали сюда, создаете беспорядки Мы ведь с ними дружим и тому подобное Были люди, не понимали Настолько они были Они и боялись, наш народ не верили Как возможно отделиться от турок Не верили, что турки Как это? Такого не было Да, были люди, политические деятели в Степанакерте Уже в Гадруте Люди, Дашнаки Хотевшие освобождение Но обычный народ не представлял Как это без турок Как турки позволят, отпустят и все такое С этими трудностями и преградами мы сталкивались тогда Но по-другому было никак Так, ситуация была такая Что, во-первых, нам надо было найти общий язык Там с тем народом, без разницы Конечно, мы прошли через многие испытания со многими людьми Пока со временем наладилась дружба, знакомство Я хочу спросить А сами турки не препятствовали никак? Они что, не видели, что происходит? Как не препятствовали? Как это было? Это так было Мы были там тогда Они приходили Турки приходили К своим знакомым домой, как бы кирва Говорили, это наши друзья Знакомые приходили домой к армянам Дома кушали у них Пили с ними Было много таких домов Харманджук Там, где были Мы были Турки приходили с соседнего села Знакомые приходили домой к ним Кушали, пили водку И они ничего Но это нас не устраивало И мы начали чинить препятствия Не хочу говорить Даже на дороге похищали их Избивали их Пугали их Нечего ходить сюда В школе Ахбулаха Учились и армяне, и турки вместе Большая школа была Мы вынуждены были Поэтому работать с молодежью, с детьми Чтобы они в школе били турок Драки устраивали В школу нельзя было прийти с оружием Оружие имею ввиду У нас был советский карабин Пистолет для ночной охраны Чтобы эти турки туда так просто не приходили Мы создавали им трудности и преграды Мы начали в школе мутить Бить, натравливать детей на драки Чтобы их разобщить между собой Они ходили в школу, где были турки Это их территория была Дети в их школу ходили Но это нас не устраивало Те, кто стоял за нами Требовали от нас У нас были руководители над отрядами Мы были под руководством В Гадруте было руководство С кем мы сотрудничали В Степанакерте Не считая, что Армения была непосредственно с нами 24 часа на связи Понятно, что 99% они позволяли сотрудничать с местными силами Но они все решали и следили отсюда Люди, то есть, не хочу сейчас Тогда были комитеты и другое были люди Те, которые работали с этими отрядами Так мы начали все мутить и так далее Так продолжалось и они начали использовать армию Привели военных против армян за турок Со стороны турок военных приводили Сидевших в Физулии и других местах Привели и начали ставить на дорогах Или между двумя селами Из-за того, что несколько раз так мешали им Били их, провоцировали драки и другое Привели и поставили посты Русские военные начали ставить посты И уже проверки начались Паспортный режим Начали смотреть Начали жестко относиться Особенно, когда они узнали, что мы там Тогда не один человек, а большая группа Приехала из Еревана Студенты Не студенты, а только закончившие вуз педагоги Была группа такая Спедакошение в наших селах начали Как учителя приехали Ясно, что днем они преподавали Девушки и парни там были Но по ночам вместе с нами наравне Становились на службу Совместно на постах стояли Нас заменяли на посту Но по ночам они были готовыми солдатами Так мы были Одна группа Приехавших Военные фидаины, говоря тем языком А другая группа Приехавшие студенты Выпускники, молодые ребята Они у меня есть Это давало нам преимущество То, что они работали учителями Они общались как с детьми Так и с народом С их родителями Это облегчало общение и привыкание Они нас так Там правильно представляли детям Наши знания передавали им С детьми занимались патриотизмом Хорошо стало Уже не было трудно войти в школу Потому что ребенку Все дает школа Школа и улица Так мы Начали, так сказать Когда русские военные Стали уже вмешиваться Это создало нам трудности И мы тогда начали Более строить укрепления В лесах, горах Базы, если нужно Строили Так мы находились в селах Общались, контактировали Но в случае чего Потому что Нас несколько раз пытались Там поймать Мы уходили в леса Там строили уже базы Чтобы они не рискнули Так глубоко войти в лес Так мы работали В один момент Народ Уже сам нас Стал гнать Когда они увидели Мы начали использовать Уже серьезные методы С теми людьми Учителями О которых я сказал Молодежью Наше тесное общение Начали этих 14-летних 15-летних детей Использовать уже совсем по-другому По-армейски Как теперь с подростками Тогда появилась идея Что с детьми можно работать Они станут гораздо лучшими людьми Сегодня все эти люди О которых я говорю 90% в армии Служат в армии Генералами стали Те самые 14-15-летние Или генералы Или высокопоставленные военные Служат Их мы начали базировать Уводить к нам Приводить их в леса Не отпускать их даже домой Начали давать им оружие Серьезное оружие Им давать стрелять Упражняться вместе с ними Тот, что мы и сами знали Мы сами тоже Немного умели Среди нас были Был один-два военнослужащих Из Афганистана Советской армии Я сам в Страйбате служил Один раз взял карабин Угодил В Гаупвахт Там были серьезные ребята Владевшие Могущие Пользоваться оружием Обучали детей Мы сами тоже учились Я сам все от ребят научился Не хочу говорить поименно Если говорить Речь пойдет о 10 или 20 тысячах людей Что говорю То это говорю по-карабахски Мунг Мы Те люди Кого я знал С кем общался Десятки тысяч Тысячи людей Неважно Народ Я могу назвать Именно тысяч Героев Героев для меня Я говорю О той категории Людей народа Его качестве Молодежи Короче Мы стали их держать в лесах Не пускать назад домой И родители стали Подниматься в горы Начали с нами Вести переговоры Понятно Что сразу они Хотели детей Забрать Назад Мол это ведь Их первые шаги Туда-сюда Мы говорим Забирайте их Но мы знаем Что дети не пойдут Они в конце концов Поняли Что выхода нет Что дети Нам больше подчиняются Чем своим родным родителям Но ребенок тоже не виноват Он видел состояние Своего отца Потому что мы тоже Серьезно с детьми работали Еще до того Стали работать с ними Идеологически Ты армянин А он кто? Достаточно Большая Объяснительная работа Использование Патриотических терминов Они совсем не уходили Никто не уходил Ни об одном из Или двух реч Десять-двадцать человек Категорически не уходили И были сознательные родители Даже учителя Они быстренько Перешли на нашу сторону Не только Мол наши дети Но и мы Даже готовы Стали записываться В ополчение В равной степени На посты Придем Останемся Начали обеспечивать Нас едой И водой Здесь стала Создаваться Местная самооборона Из наших групп И местных Формирования Отрядов Самообороны Чувакат Неридзей Вавору